Если вы хотите что-то сказать, не молчите. Допустим, мы что-то спели, а у вас возник вопрос, а как вот так вот? Или а так вот, как вот? И вы такие, все, прям можете нам задавать. Потому что это будет прикольно. Да, и вот если те, которые сейчас сидят за столами, зрители, да, или нет, или вы случайно изобрели, ну, у меня большая просьба присесть поближе. Ну, и нам будет удобно просто вас видеть. Всем слышно? Нет, то, что им слышно, я понимаю, но вот на них не видно. Как Бережков на Бенефисе. Он хочет видеть. Я тоже вас хочу видеть. Тем более, что некоторых с вас я знаю. И, возможно, это последняя возможность вас увидеть в этой жизни. Кто знает? Давайте поближе, подтягивайте, допивайте свой чай. Ну, я имею в виду, пока пейте, пейте чай, а потом приходите, когда закончите пить. А где вот Тимофеев, например? Курить пошел. Курить пошел. То есть нас теперь видно, да? Ну, что, я думаю, надо начинать. Или нет еще, Миш? Можно, можно. Можем начинать, да? Ветер, в нашем микрорайоне ветер. Скрепченный есть ноябрьский, чиркнет по кирпичу и унесется. С собой его прихвачу, думает ветер. В каторгой ветру по городам побираться, Ребра и руки, а крыши домов попадрав. Загород, загород, встыло и стоило дубрав. Только вдобраться. Пиками, пиками встречных антенн и сход. Загород, поле, где заберли мамонты скирты. Загород, загород, кать во врага куски. Тихо. Логово, волчи, готовьте, выйду я. Куст посылайте навстречу, прими меня. Кусты глушен я, но стал я бессилен и пусть. Все, что было раньше снегом, утекает в воду рек. Попадает с неба, с неба, вглубь ладони человек. Он озяб, внутри простуда. Кашель грудь его саднит. Только грусти, груда, груда. Только вымыслы огни. Ляжет в реку и растает, будто кто огнем обжег. Растворится жизнь простая, словно мартовский снежок. Тот снежок река поднимет и скажет, ты моя, моя. И с ладоней влажных нимфу сдует холод мотия. Оставь, оставь меня в тишине. Такой, какая бывает только В хорошем сне и в чужом окне. С люстрой, висящей лимонной долькой. Я буду к миге твоей читать. И чайник станет и пить покрепче. И вечерами спускаться к речке. И буду рано ложиться спать. Я закупорюсь в своей вине. Переброжу мой самокрестный. Оставь, оставь меня в тишине. Оставь, оставь меня в тишине. Гаснут вспыхивая тени. Туч, линии, солнце, ветер. Двое мальчиков футболят грязный мячик волейбольный. Одному три с половиной. А другому будет восемь, но не скоро, в июне. Что такое море в мае? Если ты ответишь честно, мы останемся друзьями. Ты молчишь, а это значит, что и ты ни разу не был. Что и ты малявка только. А малявки двор качели, а не штили и не штормы. А мальчишке нужно море. Он туда пешком пошел бы. Ну ни карты, ни компасы, ни тем более палатки. А ему в июне восемь. Если осень не наступит, может кто-нибудь решится отвезти мальчишку к морю, бросить там его на берег. Он уж сам найдет корабль. Капитану прыгнет в рубку и попросится оставить. Тот, конечно, не откажет. Капитан давно ждет юнгу, и отплыть уже обязан. Вот и юнга, вот и море. Тени вспыхивая гаснут. Тучи, ливень, солнце, ветер. Мне бы ее не будет осень. Шагал человек удивительный И нес он сачок удивительный. В коробке его удивительный Шуршал мудрёк удивительный Навстречу другой удивительный В Панаме такой удивительный А в банке его удивительный Плескал, слескал удивительный Ну здравствуй, родной удивительный Привет, дорогой удивительный Один-то какой удивительный Солнце какой удивительный Кто-то сказал удивительный Кому-то сказал поразительный И что это им удивительно Я не понимаю решительно Субтитры подогнал «Субтитры подогнал «Субтитры»» Разобрала листки все, сложила, все было как мы планировали, все листочки лежали на месте. В итоге они бежат вообще никак, они их тоже приобретают. Если мыслим разлука, то она еще далека, тонет в соснах бузулука разноцветная царолка. Мир песчаный, день дождливый утекает в сон и в небо, рек, озер, времен разливы отражают только небо. Видимость круговорота и предчувствия ухода. Кислорода, кислорода, это слышишь, просит кто-то, напускает корни в воду на дальнейшем полете. Томный жавромок, лето, жалость, жадный мальчик, ставший большим, перепуталось все, смешалось, соберу все, слеплю в кувши. Чем наполнить тебя воздухом, дымом молодости, бухлом, закупорить и кинуть в воду, сдать тебя на кувшинолом. Без страдания, осознания, осязания, тишины, еле слышимое касание, потому что обнажены. Как родители не обманывают, знают, понял, почему. Папе папово, маме мамово, государево, никому. Богу солнечное сияние, огнедышащего коня. Обоняние, осознание, ощущение, еле, еле. Она его боялась, а он ее прощал. Планета не вращалась, но он не замечал. Она в окно кидалась и вешалась под час. Планета не вращалась, и время не кончалось. Ни в тот, ни в этот раз. Она плыла над речкой зеленую листвой, Веселым человечком с опухшей головой. Он думал, оказалось, и дальше мимо шел. Планета не вращалась, но было хорошо. И капали дождинки на желтую траву, И в самой сердцевинке вас с ней и не верут. Он чувствовал, проститься нам с ней не дано. Пусть падают ресницы, и пусть кружатся птицы, Но это все равно. Шел по берегу моря Маленький человек Его оглушами взрывы Монсор нахвал Он садился на каму Пил и сфляги ел чебурек Он вставал И дальше по берегу моря Море было, его тоска Было в ошене Кто читал блога, я Наверно, меня поймет Но уже прослел Подбитый мах на дыши Это из другого фильма Но кто смотрел его, меня поймет Проклываемое море Ищи в паденном стороне Да, где горы чужих мечтаний Вдоль кубит Я закончил все то, что написано было мне И теперь я хочу быть Приболем твои разбит Взмыть затем Взмыть затем Вярно в ручку Превратиться затем В песок Не услышать о маме Как не суждено прогреть И обнажу На лежишь И я поплыву без трусов Голубую твою прохладу Соленое солнце На горой, за горой закат Никто не видел Маленький человек уплыл А море был без глаз Больше в этой степи И не было никого И после И в общем И сейчас Маленький человек уплыл Забеваетесь Вы знаете Человек от себя все таки работает Как с ним? Чтобы они никогда не взывались Проводный фланшот Ну ладно А вот это значит То, что нашлось Перебегай на красный Я не знаю Как молодцы Перебегают на красный Не боятся Это собакник Это собакник Я сегодня перебегала Порвался В тихих местах Где-то там Перебегай на красный Самое белое Не поблегшее за время Проведенное в ссорах Самое раннее утро Услышанное нечаянно Когда даже дети Даже птицы Даже роженицы Богородицы Даже спали Утопали месяцы звезды В рассветном небе Улетали сонные совы В леса укрыться Утекали реки Из русел Теплые чрева Чрева сырой земли Земли матушка Спи Я больше не буду Из дому выбежишь Там снег и луна Рыбий жир выпьешь И снова весна Синее облако Разбавлено тишиной Робкое Робкое Солнечко Подо мной Человек прекрасный Они просвечиваю Они просвечивают Сквозь слезинки Словами Смотрюсь в холсты Моё небо На этом открыт Ответ Ты отпишись Как что День висит Как кашпо На непластиковом окне На солнечной стороне Параллельно С тени Параллельно С тени Напрягайтесь Ну сейчас пока Ещё расслабьтесь Но вот уже скоро Напрягайтесь Семидесятилетней женщине Дали три года За три трёхлитровые банки Украдены Из забора Соседского огорода Она говорила Я их не крала Я думала Они никому не нужны Это неправда Сказали ей Это вы никому не нужны Три трёхлитровые банки За каждую банку Погоду пустые банки Без вина Банки без мёда Она говорила Я думала Возьму их с собой Ведь они никому не нужны Вечер в прозрачной молитве И в пустыте его звёзды отражены Банки стояли Без вина Без мёдной рады Федоры отмытые Сияли на кухне Вахами Наполнен их завтра Сегодня ни мёда Нет, ни винограду Только птицы И звёзды За синими Облаками Только звёзды И птицы Только деревьи И мысли Только завтрашний день И не знай Что будет после Может даже случиться За каждую банку Дадут погоду И тогда кто наполнит Пустоту Кто не будет гадом Спать Тебя десятилетние веки Смыкаются Сны смеются Как могла Учудить Ты Федора Такое горе Это чашки блюз На кухне горе Пьются Это банки Сияют Но в руки Тебе не даются Проститишь ты Три года Все меньше Чем тридцать лет И три года Это было бы Если бы ты Тридцать три банки Домой утащила А на заборе На заборе Соседского Огорода Все три года Будут висеть Незнакомые Три поэта Три поэта Они будут петь Песни Твоим соседям Утро Знак Начинается С гимнобанком Полдень Они поют Олду Кривым забором Вечерами Они гласят Сиренады Уплак Розным Бабкам Пугая Их Злы Придеть Убором И так В свистый Срок Всю твою ходку Соседи Сойдут С ума Но Не узнают Об этом Они попросят Твоих Домочаться Дайте нам Ее ходку Побегут В церковь Свечки Постают Ноги Понят Видишь Как все Хорошо качается Как хорошо Канается То, что Казалось бы Так неожиданно Начиналось И я Понимаю Ведь я не хочу Чтобы это Кончалось Впрочем Все уже Не твоя история И тебя Касалась Что это Это гитая Будет Что-то Делать Я не знаю Правильно ли Она стоит В этом месте Мне кажется Что уже Неправильно Я Потому что Двигалась Еще Игорь сказал Игорь сказал Игорь вот здесь Неправильно Какой Ну кстати Было бы прикольно Себе задали вопросы Потому что Нам очень страшно Когда люди задают вопросы Значит Все нормально Процесс прошел Сейчас будет песня Для Толи Потому что Кто не знает Толи Зотов В Петербурже Правильно Я из Самары Встретились мы Сегодня в Москве Ну вообще Для всех Кто из Питера Для всех Кто хочет В Питер Я родился Игорь Я жить стал В той местности Где Петербуржская Сырость Серебрится В седой Бороде Петропавла Где Задом Наперед Проплывают Регой Ледний сад С медно Сад И Грессер Не помню Как Худ А может Призиме Шевелиться На каменном дне Петербуржский Туземец Простаной Прорастая А мне Как же так Получилось Николай Неуглами Найдя Я впитал Эту Чемность Чемликость Унылость Дождя Неуглами Веселись Веселись Стой В трубу Плюсочки Глокол Не поможет Когда Колею Опуглюсь Из меня Засочится Вода Неуглами Неуглами Результаты Результаты Завернуя Под Золистый Холст Горст Золы Глины Слово Провинцы Белого Пусть Я Родился Игру Петербуржица Можно Я просто Хотела Игоря Белого Увидеть Но он ушел Если он здесь Пусть отзовется Сейчас будет Песня для него Игорь Белый Белый Игорь Ну ладно Тогда будет Потом Песня для него А сейчас Будет Песня Для Димы Стихи Левитанская Кстати Забывала Несколько раз Говорить Чьи стихи Не все Были мои В частности Вот это Петербуржское Стихотворение Дмитрия Коломенского А Игорь Белый Появился Ну ничего Подождем Теперь Следующая Песня Будет Для него А вот Эта Песня Ну пусть он Не уходит Вот так примерно А потом Снова еще раз А потом Все разъехались Кто-нибудь Без блюд Обнем так неуютно Теперь Непривычно И странно Нынче спать я аккуратно И буду лежать неподвижно И слушать Как тикают стрелки И медленно Падают капли И скрыть И скрыть И скрыть И скрыть Удивительно Как изменять Вещи То вдруг Совершенно Ненужными Нам Становясь То напротив Глядишь И дороже Тебе Нужен И Другой Совсем Обретаются Ноченья Вес Но Ты Увидел Впервые И вот Уже Смотришь Глядишь Глядишь Столы Стул И кровать Полотенце И кружка Часы И все Прочие Вещи Сегодня Другого Вес Несмыслами Стали Иными Чем Прежде Выразительный Жест Одиночество Вдруг Приступает Отчетливо Мэтый Недвижно Висящий На столе Забытый Одежде Подойдешь И пократишь Погладишь Рукою Нахранишь От стола Присядешь Усток От пустого От пустого Шептанье Будто Это Не то Моцел И Зав Ожиданье Где Нет Никого Лучше Не Ожиданье Это Не Ожиданье Уносится Ветро Попутно Куда-то Сюда Шелет Ищем Пронесит Мое Облачко Облачко Дыма И Проносится Мимо Мои Поезда Все Проносится Мимо Проносится Мимо Мимо Придешь И поправишь Погладишь Рукою На крае Шептанье Присядешь Усток От пустого От пустого Шептанье Будто Это Не то Моцел И Лесо Ожиданье Тебе Никого Лиши Не Жива Проносится Ветром Попутно Куда-то Все Так Жива Метящее Нем Пронесит Мимо Пронесит Мимо И Поезда Пронесит Мимо Пронесит Мимо 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 Попутно Куда-то Мимо Ветром Мимо Не Попутно Мимо Пронесит Мимо 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 Постучу, откроешь, Выйдем на балкон. Скажешь, любишь, Своешь, думаешь о ком. Тихо курмышами Бродят алкаши. Ты стоишь в пижаме, рядом У души. Звезды над поселком Раскидали. А что ты тут начинка? Стоп. А где Игорь Белый? Так, саму Игорь поем песню, а потом возвращаемся. Это все за Игорь Белого. Ну что, вещи. Что я знаю? Я не знаю. Грустная песня про Белого. Грустная песня про Белого. Грустная песня про Белого. Игорь Белого. Грустная песня про 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 Белого. Субтитры создавал DimaTorzok Откроешь, выйди на балкон, скажешь, любишь, ой уж, думаешь о ком, тихо, гаражами бродят алкаши, ты стоишь в пижаме, рядом ни души, звезды над поселком раскидали свет, на груди накопка, не забуду, нет. Мама мыла раму, ты ведь к ней пришел, застегни пижаму, так нехорошо. Мама мыла раму и тебя ждала, не снимай пижаму, я еще мала. Алкаши уснули, утро в курмышах, спросишь, а люблю ли не души. Субтитры создавал DimaTorzok Специально для Ольги Дымниковой, которой сейчас нет, но вот некоторые уже пришли, знающие Ольги Дымниковой. Она просила, это все для нее. Не знаю, зачем ей надо сидеть в Самаре, чтобы я здесь, клево, у Лео Картасара, но она сегодня именинница. Тут Востока нет, я не знаю, что он появился, ну ладно, пускай. Ты сказал мне, дождись лета, но это только весна, и кажется, что придет она, а потом за окном снег и ляжется. Это ли лето? На стене прозвенит время полвосьмого без четверти, но ты сказал, времени нет и тысячи прошлых лет. Лучше не верьте и мажьте карт кремом. У Лео Картасар на книжной полке повсюду иголки от новогодней елки. Скоро уже он падает. Со стола упадет кошек, молоко побежит по кухне, некому лишь горить. Ты за окном кури, свечка потухнет, домой не придет кошка. По утрам разойдутся гости. Ты соберешь мусор, оставишь его, в углу найдешь на полу, и глупо даришь мне вон. Со собаки дашь куриной кости. У Лео Картасар на книжной полке повсюду иголки от головоломки. Скоро уже марк. У Лео Картасар на книжной полке повсюду осколки от новогодней елки. Скоро уже марк. У Лео Картасар буквально подвел нас к нашему проекту. Не проекту, конечно. Была у меня мысль раньше, ну и сейчас она существует, уже даже как аксиома. То, что у каждого слова, у каждого стихотворения есть мелодия. И когда, допустим, я пишу какие-то песни, я не стараюсь что-то придумать, а просто мне хочется услышать мелодию, которая была заложена в этом стихотворении. А потом появилось так, я подумала, как если на одном языке это стихотворение звучит так, мелодия у него такая, ну в другом. Что же тогда? По-другому, что ли, оно будет звучать? Там уже другие слова. Но в стихотворении-то тоже. Ну, короче, возникла мысль. Ну, вообще даже не мысль, а просто получил что-то перевести. Но здесь будет перевод стихотворения Юлиана Тувима, польского поэта, а перевод Анатолия Михайловича Гелескула, русского переводчика. Песня называется «Милошч», если по-польски, «Любовь, дождя нараспашку», если по-русски. Там вообще, кстати, вот, в польском варианте, интересно, «Милошч» в «Транчкоче дешевом». То есть «Любовь», я так понимаю, в дешевом плащике. А «Повим привем», «Бэв, дождя нараспашку». Вот, 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 вот так вот. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Я бы вычеркнула, такие вот они, авторы, вычеркнули. В продажном случае, конечно. Ёлки, зелёные мои ёлки, разбудите меня в сентябре. Я свершусь с нижней и верхней полкой, книжкой в кожаной когуре. Пусть трамвай и поезд мой не доехал до поворота и до той поры, когда эта разруха станет прорехой очередной временной дыры. Снов моих не запомнить, не вспомнить, не подслушать, не рассказать. Ёлки, зелёные мои ёлки, покажите во сне того, с чёлкой, которая однажды открыл свой дом мне, чтоб навек к себе привязать. Март — это трое порток и в степи. Март — это трое порток и в лес. Облаком, облаком, да по небу. И вот и не видно его, исчез. Март — это таянье, это скука, это невиданная тоска. Поэтому в марте и съели кука, и не оставили ни куска. Март — это праздничная восьмёрка. Рисую маме её в цветах. А через пять дней дед лежит мёртвый. И утренний луч застрял на губах. Ёлки, зелёные мои ёлки, разбудите меня в сентябре. Я протру пыльные ваши иголки. В лунном все они серебре. Я расскажу вам о странах света, в которых вам никогда не расти. Я усну, а вы не уходите. Вы в сентябре меня разбудите. В середине. После шести. Ты у меня одна, партия и страна. Мне уже двадцать два, я ещё нет никто. Есть Питер, есть Москва и остальное ничто. Тула, Тундра, Тува, Самара, Сахара, стоп. Мне уже двадцать два, а завтра, глядишь, потоп. Завтра, глядишь, навек позамкнёт провода. И тишиною рек оплывут города. Сколько там будет вас в Питере, в Москве? Сколько здесь будет нас, в Самаре, Сахаре, Туве? Много там будет вас, мало тут будет нас. Я допиваю к вас. Это вам не Москва. Мне уже двадцать два, к сожалению. Но туда было двадцать два. Я не хочу вас вводить в заблуждение. У меня уже скоро будет двадцать семь. Хотя девушкам не принято отвечать на подобные вопросы. Но вы их не задавались. Да, сколько ты там есть? А сколько, если можешь, вы ответить? Шестьдесят месяцев. Шестьдесят. Шестьдесят. Реклама. Божime. Шестьдесят. Шестьдесят. Шел день шестой от сотворенья мира, И шла корова с выменем пустым. И ветер гнал листы деревьев мимо По странным траекториям своим. И захлебнувшись ветром, мы травою и голосом плывущим Из небес шел я один ряд. Ты со мной, и за тобой устал и плел слепес. Шел год шестой, на уголь шла луна, И ветер наш гнал стада на север. И думал я, как ты теперь одна, Растишь детей, сушишь козом клевер. И думал я, что двое сыновей, Ах, как раз тут все сделает, И начинал ты, не плачет женщина, И плачет тем более божественную кровь. Один остался, и он ушел, И ангел второй взлетел над миром. Двадцатый год от сотворенья шел, И жизнь прошла гонимо метром мимо. И не посмел я утешать тебя, И что-то предпринять во имя Бога. И только бес топтался у порога, За предыдует копытца в тюрьме. Толя, например, ругается, Что песни короткие. Вот, а он не знает на самом деле, Что есть самые короткие песни. Я сейчас спою, Даже подыграть мне не успеет. Слушай, что говори, что-то. Бывает, сейчас я спою. Это стихиосик, он дыш там. Слушай, что-то... Слушай, даже я не успеваю даже попасть. Слушай, что-то... Дайте передаться очень слабо, Потому что песня короткая, И надо успеть в нее попасть. А тут что-то я не дополняю, Слушай, потому что я не проиграл. Слушай, что-то я не проиграл. Слушай, что-то я не могу. Все, что я говорю, не прости. Тихо-тихо, не волнуй, прочти. Все, что я говорю, не прости. Тихо-тихо, не волнуй, прочти. Пусть подошли. А еще есть одна короткая песня. Че там? Дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум. Тихо-тихо, неплохо. Дум-дум-дум-растает ты на зелом-блаках. Я и не знаю куда лежит река «Мой» и «Житель». Какая короткая песня. То есть, даже вот обе эти песни, Они займут, я думаю, только и секунду. Так что ты видишь, а ты говоришь. Мне кажется, это видео не 21 рег Across the aisle. все за скорость, минусы, самолеты, ракеты. Конечно, надо писать короткий текст. Но сейчас, ладно, это была шутка, на самом деле. Да, сейчас не дослушаю до конца, но вот эти, если не дослушаю, куда-нибудь делать. Но это была немножко шутка, чтобы развредить атмосферу, потому что такие, действительно, загруженные. Вам тяжело слушать эти безумные тексты, которые нету логики, вообще совершенства, наверное, нету пока еще. Может, уже никогда не будет. И сейчас мы приступим к Мундельштабу. Мундельштабу От замкнутых, я что ли, пьян, дверей. И хочется мычать от всех замков и скрепок, И переулков ловящих чулки. И улиц перекошенных чулок, И прячутся поспешно в уголки, И выбегают из углов угланы, И обьян в бородавчатую тень. С конжукоп леденелой водокачки, И спотыкаясь в мерзлый воздух нем, И разлетаются грачи в горячке, А я бы за ними няхаю крича, В какой-то мерзлый деревянный город. Читателя, советчика, врача, На лестнице колючий разговорок. Читателя, советчика, врача, На лестнице колючий разговорок. Я печаль свою никому не дам, Я ее оставлю своим годам. Пусть они почтят ее и простят, Только если голуби прилетят И в решетку биться мое Начнут к кипячам моих камен, Но я почту. В темном, холодном царстве Обрастаю картошкиной кожей, Ни на полон не похожий По стороне из прохожей Руки твои, Ветви, 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 Твои пальцы, И вчера пролетал ветер Ветви, 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 такого, такого страха, вот, не знаю, мне кажется, нет. Ну, вы подайте признаки жизни, вот, люди. Это очень сложно, когда кончатся песни, а все такие мёртвые просто лежат, сидят. Не надо умирать, сейчас всё кончится, я не буду вас долго мучить, но всё-таки выпадали признаки жизни, я счастлива, что мы ещё живы, что нам есть ещё что-то друг другу сказать. А сейчас мы споём истории. Только ты будешь мне подпевать? Ну ладно, я спою одна, а то и будет играть. Песня на стихи Якова Акима. Это детский поэт. Ну, песня такая полудетская, ну, как и любое детское произведение, оно всегда для взрослых тоже. Здесь, мне кажется, даже больше для взрослых. Ночь, наверное, в окне почернило стекло, Завтра в школу я всё не сплю, как назло. То подружку уткнусь, то зеваю, подряд посчитать по слону. И уснёшь, говорят. Я зажмурился и начинаю считать слон. Один слон, второй, три, четыре, пять, семь, двенадцать. Опять мне не хочется спать. Погодите, я знаю, для крепкого сна одного моего не хватает слона. За шершавое ухо его выложу. Я корзину к слоновьей спине привяжу. Дно корзины я выстелю, мягкой травой заберусь. И зароюсь в траву с головой. Слон кожу в тишине раздаются в шею. Осторожно, тяжёлой слоновьей ноги. Свет скрывает дневной, стали джунгли стеной. И корзина пачается вместе со мной. Мы ушли далеко. Я к нему высоко. Я домой вернусь. И проснусь. И проснусь. Утро. 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 Снег медленно падал, струился с ветвей водой, Обрушился градом, во врагах залег бедро, И дерево снилось сны, и море возникло В соленых мечтах лесных, и чудилось древу В назначенный день и час, мир выпустит деву. Который созреет, спас, и яблоки морем на землю Уронит лес, как будто бы сгорен, но тот, кто созрел, воскрес. Откуда спасение из леса, как летит, спас? Приди, воскресенье, назначенный день и час. Откуда мы, дети природы, начнут? Вот не успеешь. Откуда мы, дети природы, случайно? Капустные бабочки, розочки чайные. Мы участвуем. Ну ладно, сейчас ты там, и мы сей живем. В прошлом тысячелетии Мы о них разбивались чувства, и были верлибры, и жалобры у чувства растали какие-то странные микрофибры, плодники, и хвосты, и тела сатанинской силы появлялись у них, и они разноцветные и красивые. Перезвились в соленой воде, ныряли, сливались в большие стаи, а потом неожиданно вдруг залегали на дно и листа, и были горями знала, и вчера, и сегодня, и не завтра, там, где пил, шевелились гадские водоросли, метафоры, электричество. Огромные плоские мысли скаты морепенилось и кипело, и вот уже вынырнули протопернатые рыбу образы, проходящий, протопекчий, протолетучий, разные-разные, вскользкие, когтистые, жгучие. И гибель для веры, и гибель для мысли места стало подобием будущего протоморского текста. У Таиски, Хирии, возник первопытный демон, моревский мой всей своей благой. В цунами темы, в цунами темы, в цунами строки и строка, в цунами мотивы дирек метался, Но потом обессилел и не впродивился все следующее тысячелетие. Море его обнимало, львил и был солью, но этого было мало, оно захотело, чтоб в него падали реки, да еще когда-нибудь выродить из воды человека. Вот тысячу лет не море, застывшее и глубокое небо над морем разверзлось и выткалось чье-то овко. Всевидящее, все жалующее, удивилось, что это молча пронизалась жизнью сама. И с божественной помощью Господь наблюдал, как креют над рифами рыба-птицы, И ежесекундно рискуют врезаться и развиться, А плитно настреляют полнообразные годы, Своей многоперстной планью провел над годами там, Где раньше сыновали кисти, бёбры, мысли рыбы, Медлый трех легли какие-то камни, какие-то глыбы, Чёрные и холодные, как мёртвые пашалоты, Но совсем не плавучие и вообще не животные. Господь подождал, пока всё на самом нас остынет, Волшебным словом высушил море и превратил в пустыню. Волосердий сказал, хорошо, вот так вот мне нравится, И мысли теперь по пустыне носятся и не разбиваются. По пустыне носятся и не разбиваются. Это была Оля Дзинникова, стихотворение Оля Дзинниковой, Который сегодня день рождения. Опять эти и стремления второй раз поздравляем, Желание новых стихов. И последняя наша песня, Медитанский, Тайни. Да? Я же не хочу это сделать. Что-то сказать. Спасибо. Что же это за небеда из окна? Разрослась деревом, да каким? Вместо ствола один то ли кирпичный дом, то ли мир из окон и самой реки. Коком я оплачилась с утра, не беда, что бабочкой стать не дано, Но зато так качает меня ветра, и я вижу на дереве светит твое окно. Вечером только накатит тьма, раствори его ветви свои, протяни к моим. Это же я, я, природа сама, а ты, сотворивший меня, да исчезнувший после дым. Ты, сотворивший меня, следовательно, сотворивший все. Ты, сотворивший все, не ведающий того, что кто-то кокон раскрыл, И плеку мою соседку, и думай, где же ты, созданный из него? Субтитры создавал DimaTorzok Не мог никак забыть о заборах, твой облик от меня отодвигался, Он как бы всплывался в полуогу, дробился, обволакивался тайною, И таял неближних берегов, и это все подобно было таянью, Замениваясь в небо. Все таило, я начал забывать, твое лицо сперва не мог, не мог, Глаза твои забыть, но вот забыли, облыбешь и все шепчу губами. Нам в тех лугах уж больше не бывать, наш березняк Насупился и снов, и ветер на прощанье протрубил над нашими печальными дубами, И чем-то горьким пахнет отстакопом, где звук моих шагов уже стекает, И капля по щеке моей стекает, о медленной таянии снегу. И капля по щеке моей, и капля по щеке моей, о медленной таянии снегу. Александр, Александр пришел. Ну ты только что пришла, да? Зачем вообще-то это было завершение. Ну для тебя я спою ослика, я знаю, ты его любишь. Ну давай, одну песню для девочек, потому что он у меня постарался. Надо еще и попорачивать. Сейчас 30 минут только. Ося, как же он начинался? Ты не помнишь Александра? Смотри, как он начинался. Я вообще-то думала, хочу вас, и, по-моему, вам лететь. Он тоже одна, там есть. Да, ну как-то. Я не помню, я не помню. Не, не помню, я сейчас не помню. А, кстати, вот Михаил, у нас нет буклета. Какая организация у нас. Я забыла, Александр не помнит. Михаил качает головой. Да не тут словно. Да, не тут словно. Да, точно. Молодец. Гугл помнишь, так. Здесь открыто. Резкость, неведена не на мне. На кирпичной стене, на дне. На вмятинке от какой-то. Старый ослик, он поздней осенью. Все время шатается где-то поблизости. Мой ослик ропости, мой ослик верности. Ночью радости меня этим вечером. Размытой. Размытой. Но в этом ли есть беда? Пусть будут видны провода над домом, камень на дне пруда. Мальчишки, читающие не по книжке. Жизнь и главу я не наяву. Я стираю ребячьи штанишки. Учусь понимать по-латышски. Пусть только рыжая коры и там. Две открыто. Там видишь мятинка от копыта. Старый ослик, он поздней осенью. Все время шатается где-то поблизости. Мой ослик ропости, мой ослик верности. Ночью радости меня этим вечером. Старый ослик, он поздней осенью. Все время шатается где-то поблизости. Мыслик ропости, мыслик верности. Ночью радости меня этим вечером. Ночью радости меня этим вечером. Это был Анатолий Изотов и Люба Глотова. Сэршен-дуэт. Только вы мы с Лайдем. За Пульсом Михаил Смоляр. Магазин Геперион, Игорь Белый. Ну и все вы, конечно же. Спасибо. Аплодисменты. 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 Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...